Когда мы начинаем объединяться между собой, в группе, как вы сказали, то таким образом, ведь это тоже бьёт по... Это требует моего внимания, это требует каких-то усилий. Ну, естественно, всё требует. Это тоже удары по моему эгоизму, но уже осознанно, я сам это делаю. Ну, естественно. Вот в чём разница между первым вариантом и вторым? Там творец бьёт, а тут я как бы сам себя... Во-первых, ты себя не бьёшь при этом. Ты выбираешь этот путь. Он может быть путь тернистый и не особенно комфортный, но ты его выбираешь сознательно, и ты можешь себя убедить в том, что это необходимо, что это не просто необходимо, чтобы убежать от страданий, иначе тебя будут бить, хотя это тоже верно. Но это ещё и необходимо, потому что ты хочешь быть человеком, ты хочешь выбрать путь духовного роста, ты хочешь при жизни ещё в этом мире начать ощущать высший мир и так далее. То есть у тебя существует здесь возможность начинать работать над собой, приближать себя к вечному совершенному источнику и становиться в свою очередь таким же, как он. И при том это достигается здесь, в этом мире, в этой жизни. Так что, что бы ты ни сделал в этом мире иное, это всё не идёт ни в какое сравнение с тем результатом, который достигаешь, реализуя Кабалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова